Поисковые работы во Франции на месте крушения лайнера немецкой авиакомпании продолжились с наступлением утра. На ночь спасатели были вынуждены приостановить поиски. Видимость высоты вертолетов нулевая. На данный момент найден один из черных ящиков. И уже известны последние слова, которые диспетчеры услышали от пилотов. Все подробности у Елены Минкевич. На вертолетах спасатели круг за кругом облетают место крушения самолета немецкой авиакомпании German Wings. Катастрофа произошла там, куда добраться наземным транспортом невозможно. Жители самых ближайших населенных пунктов говорят, что до места падения пешком не меньше двух часов. Потому и полноценных свидетельств падения аэробуса по сути нет. В течение трех секунд я видел самолет на низкой высоте. Я понял, что он упадет, потому что с горами такой высоты другое было невозможно. Я был за своим домом в этот момент. Самолет летел низко, но это далеко отсюда. Поэтому кроме высоты толком ничего не видно. Я лишь после узнал о катастрофе. Часть обломков самолета нашли на высоте около двух тысяч метров. Эксперты воздерживаются от однозначных заявлений. Но, судя по всему, выживших нет. Сейчас все в состоянии шока и безнадежности. Но до последней минуты будем пытаться сделать все, чтобы обнаружить выживших. Тем временем расследование причин катастрофы продолжается. Версии не озвучиваются. Очевидно лишь, что погода не может быть в их числе. В месте падения было безоблачно и безветренно. Известно лишь, что самолет проходил проверку всего за день до падения. А перед вылетом рейс задержали на полчаса. Последнее же, что слышали диспетчеры от экипажа, это сигнал бедствия, который означает просьбу дать свободный коридор для аварийного снижения. Однако лайнер снижался на скорости в два с лишним раза быстрее, безопасный. Черные ящики были найдены, они доставлены на экспертизу. Мы их нашли спустя несколько часов после крушения. Это позволит начатому судебному расследованию быстрее продвинуться. Также было принято решение усилить охрану местопроисшествия, чтобы облегчить работу судебно-медицинских экспертов и прибывающих специалистов. На ночь все поисковые работы в месте крушения были приостановлены. Эвакуация тел затянется на несколько дней из-за сложного доступа. После будут вывозиться и обломки лайнера. В штаб-квартире компании-производителя самолета тоже ведется свое расследование. МИД Франции открыл кризисный центр для родственников жертв катастрофы. А власти страны заявляют, что готовы оказать любое содействие в расследовании причин. Елена Минкевич, Николя Филиоль, Франция.